В эфире программа День города. Здравствуйте! О событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы и я, Алена Куколева. Сегодня вы увидите. Неизвестные, но не забыты. 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Рязанская область идет второй по объемам грузоперевозок. День московской железной дороги отметили в Рязанской областной думе. Паркуйте свои автомобили, как полагается, или финансовых потерь не избежать. В Рязани продолжают работать эвакуаторы. В России отмечается День неизвестного солдата. Памятная дата призвана увековечить бессмертный подвиг тех, кто погиб в боевых действиях, но их имена не удалось установить до сих пор. Вслед за городами Скопин и Михайлов высокое звание город воинской доблести получила и Рязань. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Ковалев. Почетное звание присваивается тем населенным пунктам, на территории которых в ходе сражений Великой Отечественной войны защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. В честь этого события в Рязани сейчас идут памятные мероприятия военно-патриотической направленности. У мемориала Победы, к примеру, свою вахту несут кадеты, учащиеся 33-й школы, как и во все памятные военные даты. Вообще у нас это наш пост номер один и вне воинской славы. По графику дежурства по вахте памяти каждая школа имеет юно-армейский отряд и каждая школа по пятницам и субботам заступает на пост номер один. В этот же день в областной библиотеке имени Горького состоялся праздник «В веках немеркнущая доблесть». Здесь работает несколько фотовыставок соответствующей направленности. На этой же площадке открылась двудневная всероссийская научно-практическая конференция к столетию Константина Симонова. Бессмертен тот, кто отдал свою жизнь за Отечество. Но и сегодня родные и близкие ждут возвращения из небытия имен своих солдат-победителей, пропавших на войне, тех, кто лежит в безымянных могилах. Сегодня в нашей стране тысячи людей участвуют в патриотическом поисковом движении и возвращают нам имена наших родных и близких, погибших в год Великой Отечественной войны. Каждое имя для нас является известным. Мы помним каждого из своих родных, кто отдал свою жизнь за нашу Родину. И поэтому от нас зависит очень многое. От нас зависит память, как она будет крепка, как эта трагедия подобная может повториться, а может быть и нет. И это зависит от нас. Также в библиотеке был дан старт акции под названием «Напиши письмо неизвестному солдату». Ее итоги будут подведены в преддверии Дня Победы. День неизвестного солдата появился в календаре лишь в 2014 году. Дата призвана напомнить современникам о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, героях, чьи подвиги живы в памяти близких. Среди тех, кто в сложные для нашей страны годы защищал Родину, было немало рязанцев. На фронт ушли 300 тысяч человек. И лишь немногие из них вернулись домой. В Рязанской областной думе 2 декабря прошел день Московской железной дороги. Выяснилось, что Рязанская область единственный регион в России имеет железную дорогу с левосторонним движением. Такой уникальный участок соединяет Рязань и Москву, чему регион обязан английским проектировщикам прошлых лет. Этот исторический факт депутатам областной думы раскрыл начальник Московской железной дороги Владимир Молдавир. В остальном разговор между народными избранниками Рязанской области и руководством РЖД выдался серьезным. В свой очередной визит в Рязань начальник Московской железной дороги Владимир Молдавир начал со встречи с депутатами регионального парламента. Рязанская область стала вторым регионом, где для обсуждения вопросов пассажирских и грузовых перевозок использовалась площадка законодательного собрания. Наверняка, те избиратели в лице депутатов наших уважаемых, они в более полной мере поймут и проблемы над железнодорожником, а мы, наверное, им будем говорить о тех наших достижениях и о тех решениях, которые они принимают на страданиях. Владимир Молдавир отметил, что сейчас Рязанское направление на Московской железной дороге является одним из наиболее развитых в инфраструктурном отношении. И, что интересно, отрезок железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани единственный в стране с левосторонним движением. Таким феноменом рязанцы обязаны проектировщикам. Это были англичане и сделали все, как у себя на родине. А познакомиться с сегодняшним днем Московской железной дороги депутатам помогала развернутая в стенах Думы экспозиция. В динамике за последние пять лет, будем так говорить, отрезок такой, у нас постоянно, конструктивно все меняется, все в лучшую пользу. Мы находим любые точки соприкосновения и понимания, как в правительстве, а я надеюсь, если это в правительстве, значит, законодательно это все поддерживается. Как было заявлено, наряду с решением производственных задач, железнодорожники особое внимание уделяют социальной сфере. Почти 30 миллионов рублей они направили на строительство так называемого технологического ведомственного жилья на станциях Рязанской области. Около 12 миллионов на реконструкцию ведомственной больницы в Рыбном, который обслуживает по соглашению с региональным правительством не только работников отрасли, но и нежелезнодорожников. В течение встречи депутаты смогли задать ряд вопросов, в том числе по безопасности пешеходных переходов, реконструкции платформ. Прозвучал вопрос и по оплате автомобильной стоянки на привокзальной площади Рязань-1. В отведенные 15 минут бесплатного времени рязанцы не успевают встретить или проводить родственников, или купить билет. С точки зрения 15 минут, 20 минут, сегодня поговорим, я выражу ваше беспокойство и скажу, давайте посмотрим. С точки зрения стоимости часа, я здесь и правительство Рязанской области, и я никакой роли не играю. Конечно, инвестор вложил свои личные деньги туда, да? Он сам обустраивал эту площадку. Он, наверное, видит срок окупаемости. Кстати, тоже сегодня поговорим, скажу, что говорят, дорого. Кроме того, в этот день было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Рязанской области и Акционерным обществом российской железной дороги на 2016-2018 годы. Это действительно рабочий документ, по которому и мы, и Московская железная дорога проводят колоссальную работу, и проводим мы ее во взаимодействии и в согласии. Примеры такого взаимодействия есть. В их числе курсирование ускоренных комфортабельных поездов «Экспресс». Это сделано для повышения качества обслуживания жителей Рязанской области. Также введен в эксплуатацию новый вид подвижного состава – рельсовые автобусы, отвечающие современным требованиям безопасности и удобству пассажиров. В заключении встречи стороны выразили благодарность за понимание и поддержку и надеются, что подписанное соглашение послужит на благо региона. Рязанские службы эвакуации предупреждают автовладельцев о соблюдении правил дорожного движения и правил парковок. Из-за снега припарковаться в городе становится зачастую сложнее. Вместе с тем усложняются работы и коммунальных служб. Бросил машину, побежал по делам, в спешке вышел, параллельно набирая какой-нибудь номер и обомлел. Машины-то нет. В голове кружат сырые мысли. Первое угнали. Но не стоит паниковать, что нужно сделать – позвонить в ГИБДД. Там успокаивают. Вашу машину эвакуировали. Пробки уже давно стали неразрешимой проблемой даже в Рязани. Казалось бы, совсем не мегаполисе. Очевидно, что город уже не в состоянии вместить всю обилие современного транспорта ни по габаритам, ни по количеству. На некоторых улицах паркуют автомобили в два ряда. Вот и придумали способ борьбы с нарушителями – эвакуация. Дороги в Рязани не очень широкие. Поэтому, ставя машину в неположенном месте, вы загораживаете минимум одну полость. Только за этот год эвакуировано более трех тысяч автомобилей. В день на спецстоянку увозят по 10 машин. Мера оказалась эффективной. В службе сообщают, что таким образом удалось освободить центральные улицы для проезда автомобилей. Это и неудивительно. В среднем за это удовольствие придется заплатить. Но проблема даже не в деньгах. А в том, чтобы забрать свой автомобиль со спецстоянки, придется изрядно помотаться по городу. Задержание транспортного средства, как правило, составляет 3,5 тысячи рублей за хранение на специализированной стоянке и ее эвакуацию. И административный штраф за нарушение правил дорожного движения тоже калибрится в среднем от полутора тысяч рублей. Тем самым получается в районе 5 тысяч рублей. Понятно, что заторы из машин возникают возле офисов и торговых центров. Но когда из-за скопившихся на одном пятачке авто к остановке не может подъехать автобус, или снегоуборочная техника не может растичь дорогу, это уже создает реальные аварийные ситуации. Мешающие автомобили будут отвезены на спецстоянку. Стоит отметить, что пока задержание транспортного средства и его эвакуация остается самым действенным инструментом в руках ГИБДД для того, чтобы навести порядок на дороге. Иван Крестьяинов, Дмитрий Ефимов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новогодняя ночь ассоциируется с чудесами и широкими гуляниями. У прекрасной же половины человечества в это время возникает множество вопросов о том, как же украсить праздник собой. Ведь для этого надо выглядеть безупречно. Поэтому о внешнем виде в Новый год девушки начинают думать заранее. Быть очаровательной и ослепительной в новогоднюю ночь мечтает каждый из нас. Особенно, если речь идет о корпоративных мероприятиях или выходе в свет. Тут уж точно не обойтись без грамотно продуманного образа, дополненного подходящим нарядом, макияжем и прической. Об этом позаботятся мастера студии красоты «Гламур». Дорогие наши клиенты, поздравляем вас с новым 2016 годом. В год огненной обезьяны желаем вам море позитивных эмоций. В канун новогодних праздников мы разработали для вас специальные акции. Каждая женщина хочет выглядеть молодой и привлекательно. Косметологи студии красоты «Гламур» помогут вам достичь желаемого результата и подготовят кожу вашего лица к предстоящему торжеству. В нашем салоне мы представляем микротоковый аппарат нового поколения с функциями электропорации и безинъекционной мезотерапии, которая позволяет решить множество проблем с кожей и достичь эффекта колоссального лифтинга. Ну а мастера ногтевого сервиса предложат различные виды наращивания и красивый новогодний дизайн. Для быстрого перевоплощения можно выбрать новый вид окрашивания волос «Амбрэш» от туш 3D. Также в день корпоратива и торжества вы сможете произвести снохшибательное впечатление на окружающих своим макияжем, прической и длинными ресницами, сделанными мастерами студии красоты «Гламур». А решить проблему выбора новогоднего подарка возможно, подарив близкому человеку бессрочный сертификат, по которому можно не только воспользоваться выбранной услугой студии, но и приобрести профессиональную косметику, широкий выбор которой представлен в студии красоты «Гламур». Можно также воспользоваться накопительной системой скидок. Студия красоты «Гламур». В сиянии вашей красоты – наше призвание. Таким был этот день. Я напоминаю, что новости вы можете также увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком «Галерея Новведенской». Субтитры создавал DimaTorzok